Демократическим движением и гражданским движением на пространстве бывшего Советского Союза, постсоветском пространстве не хватает, на самом деле, мне кажется, больше всего истории успеха. Очень много жалоб, очень много репрессий, они очень много тиражируются, публикуются, а вот истории успеха они и есть. И совсем недавно, вот я очень пристально следил, может быть, кто-то со мной не согласится, но я заметил, что и в России предпринимаются такие усилия, например, с движением Навального, который хотел, и во многом это получилось, создать первую историю успеха осмысленным отношением к тому, что надо делать на выборах. В этом смысле я совсем не похож на Ходорковского, который осудил практику умного, вот этот подход умного голосования, но это как бы ремарка. В целом, значит, необходимо создавать историю успеха. Мы эту историю успеха, нам эту историю успеха удалось создать в Европейском суде. В практике Европейского суда мы добились беспрецедентного решения. Впервые в истории была задействована статья 46.4 Европейской конвенции по правам человека. Что это такое? Надо начать, наверное, с 2013 года, когда я был арестован. В феврале 2013 года я был арестован по обвинению в организации общественных беспорядков в одном из провинциальных городов Азербайджана. Когда человек арестовывает, ему должны, значит, есть некоторые процедуры, которые должны быть осуществлены. Среди вас наверняка есть юристы, профессиональные. Извините, что я вам это все вынужден рассказывать, но я думаю, что здесь аудитория состоит не только из юристов. Эти процедуры должны быть полностью соблюдены. В частности, есть пятая статья Европейской конвенции прав человека, которая определяет, что нельзя человека без всякого подозрения арестовать. Если суд решает, постановляет, что человек арестовывается, то прокуратура должна предъявить некоторые предварительные, даже не доказательства, а свидетельства, или какие-то косвенные хотя бы даже, но вразумительные документы и свидетельства, показывающие, что, возможно, этот человек совершил преступление, а также должен доказать, что в случае, если он будет на свободе, не под арестом, то это может повлиять на ход следствия и прочее. Вот это пятая статья. Когда меня арестовали, она была полностью проигнорирована. В суд представили просто представление о том, что меня надо арестовать. Суд проштамповал решение, все, пошел за решетку. И потом этот арест продлевался каждый раз на 2-3 месяца, пока не состоялся суд. Есть другая статья. Одновременно с моим арестом Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел выступили с заявлением, что, мол, я совершил преступление, я буду наказан за это дело. Нарушение презумпции невиновности. Статья 6.2. Я их говорю, потому что мы по всем этим статьям выиграли Европейский суд. Ну и самое важное, самое важное. 18-я статья Европейской конвенции по правам человека. Смысл ее заключается в том, что если тебя арестовывают, лишают какой-то свободы, то тебя можно арестовать только за то, в чем тебя обвинили. Никаких других мыслей, никаких других намерений у правительства не должно быть, когда арестовывают человека. Вот нам удалось доказать в суде, что когда, в европейском суде, что когда меня арестовывали, на самом деле не были соблюдены процедуры, не потому что они не знали, не понимали, а вообще потому что у них была задняя мысль посадить Ильгара за 8 месяцев до президентских выборов. Вот это мы доказали. У нас когда меня арестовывали, это было 8 месяцев, и я буквально за месяц до этого объявил, что я буду участвовать на выборах. Вот. Мы это доказали в европейском суде уже в мае 2014 года. То есть год и три месяца, и мы победили в европейском суде. Это было пятое дело вообще за само утверждение конвенции за много десятилетий, в котором было обнаружено нарушение статьи 18 Европейской конвенции. Предыдущие были Тимошенко, Луценко, украинские товарищи, потом Гусинский. Гусинский вообще был, по-моему, первым. И еще один человек из Молдовы, я не помню. То есть только Советский Союз. Только в Советском Союзе арестовывали вот таким вот образом. Это было пятое дело. Во всех предыдущих делах эти люди были достаточно скоро... Их права очень скоро были обеспечены. Нарушены, значит, как обнаружил Европейский суд. В моем случае правительство уперлось. Значит, проявило такое вот настойчивое... Стало настойчиво отрицать вообще, что оно должно подчиняться этому закону, этому решению Европейского суда и освобождать меня. Почему? Потому что в марте 14-го они меня уже приговорили к 7 годам лишения свободы. То есть одно дело арест, другое дело, когда тебя приговаривают к какому-то сроку. Они говорили, что... Власти говорили, что тебя арестовали. Мы его арестовали. Да, мы понимаем это решение. Но оно относится только к аресту и к досудебному содержанию под стражей. Это нонсенс. И Комитет министров Совета Европы... А я вам должен объяснить, как работает Европейский суд в этом смысле. Значит, решения Европейского суда, они носят декларативный характер. Это не наш суд. Это работает не как наши суды. Они выносят решение и сразу должно быть применено. Оно выносит декларативное решение, заявляет о том, что то или иное право нарушено. Затем Комитет министров Совета Европы, который состоит из 47 представителей, послов, сидящих в Страсбурге, он голосованием определяет, путем дискуссии и голосования, определяет меры, которые необходимо осуществить правительством во исполнении этого декларативного решения. То есть система устроена немножко странно. То есть это международная организация. Это не суд в традиционном нашем понимании. Из Азербайджана отказался выполнять решение Европейского суда в том смысле, что он отказался исполнять решение Комитета министров. И тогда началась трехлетняя война, или как прокрастинашн, волокита в Комитете министров. Сейчас, да, волокита в Комитете министров. Потому что за неисполнение решения Европейского суда страну следует наказывать. Но кто будет наказывать Азербайджан? Вы сами недавно были свидетелем того, как очень серьезные проблемы вызвало вот это исключение, ну не исключение, во всяком случае, отстранение России от права голоса в пассе и так далее. То есть если страна не выполняет свое обязательство, это обязательство, написано это обязательство в статье 46.1 Европейской конвенции по правам человека. Вот. И вот эта трехлетняя волокита завершилась тем, что Комитет министров, на который мы давили, в том числе я из тюрьмы, потому что я посылал очень гневные обращения в Комитет министров о том, как я не беспринципные, если они позволяют вот этой волоките происходить. Значит, общественное давление, как я сказал, школ, но не только школ, но и другие, значит, не знаю, от Калифорнии до Владивостока. На всем этом пространстве проходили общественные акции, демонстрации, петиции, вот, европейские парламентарии подключались к делу. Значит, ну Азербайджан настойчиво отказывался выполнять. В общем, Комитет министров в декабре 2017 года наконец-то решился подать в суд на Азербайджан. То есть применить 46-ю статью в части 4-й, которая гласит, что если страна отказывается выполнять решение европейского суда, то Комитет министров, проголосовав двумя третями член, большинством в две трети голосов, отправляет дело обратно в большую палату европейского суда, чтобы она, чтобы эта палата приняла решение о том, что нарушает или нет. Так вот, после этого решения Азербайджан оказался, это было беспрецедентно, это было впервые в истории. 46-я статья, она никогда не применялась. После этого Азербайджан оказался очень сложной ситуацией, и через несколько месяцев уже на самом высоком уровне, на уровне президента Франции, который послушал множество международных организаций, было сделано обращение президента Азербайджана о том, что это не может так долго продолжаться, и вы обязаны отпустить Эльгара во исполнении решения. То есть это уже стало предметом такого серьезного политического разговора на уровне двух президентов, даже, я думаю, больше, чем двух. И в августе 2018-го меня отпустили сначала условно, а через 10 месяцев сняли условия. Но в мае, вот буквально 4 месяца назад, сегодня 29-е, вот, 29-го мая нынешнего года, Большая палата Европейского суда вынесла решение по тому обращению, которое сделал комитет министров. И он постановил, что да, Азербайджан действительно нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. То есть это не на уровне уже комитета министров, а уже повторно на уровне Большой палаты Европейского суда. Вот это решение, оно, если, то есть его до сих пор никогда не было, и очень сложно, что оно будет в будущем, потому что с большим трудом удается обеспечивать вот это большинство в две трети членов. Я вам могу привести пример, но я его не могу подтвердить, да, но я знаю по некоторым источникам, какие страны голосовали против в Комитете министров направления дела в Европейский, значит, в Большую палату Европейского суда. Это... Россия. Ну да, Россия. Нет, значит, 8 стран. Азербайджан и Турция голосовали против вообще. Азербайджан и Турция голосовали против. Остальные воздержались, что равноценно, значит, противодействуют. Это Россия, Грузия, Украина, Молдова, Сербия и еще какая-то страна западноевропейская, но я про нее не уверен, поэтому я ее так не хочу говорить. Остальные я более-менее такой надежные источники, потому что заседания, они закрыты, и там, в общем-то, не должны это просачиваться, но просачиваться. То есть все наши бывшие советские страны проголосовали, плюс Турция и там Сербия, и они проголосовали против. И у них всегда есть возможность. Но зато, зато я должен сказать, раз уж мы в московской школе, что российский судья Дмитрий Дедов и в 2014 году, и в 2019 году он был единогласным, значит, решение это европейского суда принимать единогласно, он был на стороне, значит, тех, кто принял это единогласное решение, очень за пределы вышел, извините. Я пока здесь остановлюсь с презентацией, но есть еще много аспектов этого дела, которые, вы понимаете, почему, я думаю, оно важно для вашей аудитории, потому что, хотя бы потому что имена очень многих российских нынешних политиков, они, дела некоторых российских политиков цитируют активно мое дело. Да, в европейском суде решение, скажем, по Навальному и другим, поофицировать, они все активно, обильно цитируют вот этот кейс, и он имеет прецедентное значение, и я думаю, это полезно для политиков и гражданских активистов.